По схеме алчности Могилевчанка похитила около 3000 рублей. Деньги женщина присваивала себе на протяжении полугода. Каким образом? Жестокая сила в Бобруйске вынесли приговор по делу об убийстве. Назначено наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет. Признал ли вину обвиняемые? По горячим следам в деревне Лысая Горка загорелся частный дом. Важно помнить, что опасно печь перекаливать. Какие последствия? Это сирена. Громкие ЧП за неделю и страшная правда из жизни города. Мы уложимся ровно в 7 минут. Засекайте. Кровавый треугольник в Бобруйске вынесли приговор по делу об убийстве. 20 мая 39-летние обвиняемые вместе со знакомой пригласили в гости 63-летнего пенсионера. Долгие посиделки с алкоголем закончились страшной трагедией. Во время нетрезвого конфликта Бобруйчанин нанес гостю не менее пяти ударов ножом. И со спокойной душой отправился спать в соседнюю комнату вместе с подругой. Хладнокровности гражданина не было предела. На утро он просто пошел за дозой спиртного и позвонил приятелю, чтобы рассказать об инциденте, который в свою очередь и сообщил о случившемся в милицию. Несмотря на непризнание своей вины в полном объеме в совершении умышленного убийства, судом постановлен обвинительный приговор. Суд согласился с позицией государственного обвинения и признал данного гражданина виновным в совершении умышленного убийства. И на основании части 1 статьи 139 Уголовного кодекса Республики Беларусь ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима. Кроме того, судом в пользу потерпевшей этой дочери умершего взыскана компенсация морального вреда в сумме 10 тысяч белорусских рублей. Приговоров в законную силу не вступил, может быть обжалован или опротестован в апелляционном порядке. К слову, залеты у фигуранта уже были. Он привлекался и к административной, и к уголовной ответственности. Валюта совести. В Могилеве пресечен нелегальный бизнес. 33-летний житель областного центра занимался незаконным оборотом криптовалюты. С ноября прошлого года мужчина помогал третьим лицам в сделках на биржах. Размер прибыли более 700 тысяч рублей. В соответствии с декретом президента развития цифровой экономики для физических лиц, нерезидентов парка высоких технологий, предпринимательская деятельность по обороту криптовалюты запрещена. В отношении фигуранта составлен административный протокол. Могилевчанину грозит крупный штраф и обращение в доход государства всей заработанной суммы. Аморальная песня бухгалтера. Могилевчанка похитила крупную денежную сумму. 31-летний главбух одной из организаций города за полгода присвоила себе около 3000 белорусских рублей. Женщина вела специализированную программу, куда нужно было вносить сведения о командировках сотрудников, за которые им полагалось перечисление финансов. В реальности же Могилевчанка придумывала несуществующие поездки, вносила их в программу, а деньги переводила себе на карточчет или же, переводя деньги реальным работникам, дублировала такие же суммы и себе на карточку. В отношении фигурантки следователями возбуждено уголовное дело. В Беларуси зарегистрировано более тысячи краж велосипедов. Показатель на треть меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В большинстве случаев баки похищались из подъездов и дворов. Главная причина – неосторожность хозяев. Негативные последствия вылечет и покупка кразиного. Можно не только остаться без двухколесного транспорта и денег, но быть привлеченным к уголовной ответственности за приобретение материальных ценностей, заведомо добытых преступным путем. В избежание неприятных ситуаций рекомендуется пристегивать велосипед цепью или тросом с замком. За подобную кражу, напомним, предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы. Беспредел на дорогах. В Могилеве за два дня случилось два серьезных ДТП. В областном центре 63-летний водитель за рулем иномарки не справился с управлением и снес стойку светофора и дорожный знак. На медосвидетельствование оказалось. Мужчина был нетрезв. За езду в алкогольном опьянении грозит лишение прав до пяти лет. Спустя день на регулируемом пешеходном переходе под колеса авто попал 11-летний мальчик. Школьник с товарищем выбежали на мигающий зеленый сигнал. Водитель не успел затормозить. К счастью, мальчик не пострадал. Госавтоинспекция напоминает, на дороге нужно быть предельно внимательным как водителям, так и пешеходам. Особенно вблизи школ. Жаркое происшествие. В Бобруйском районе загорелся частный дом. ЧП произошло в деревне Лысая Горка. К моменту прибытия спасателя из-под крыши вырывался густой дым. Внутри, как сообщили соседи, никого не было. Огонь повредил крышу, имущество в комнате и перекрытие. Для того, чтобы не допустить печного пожара. Помните, что самое уязвимое место у печи – это дымоход. Он должен быть оштукатурен и побелен в области чердачного помещения. Саму же печь в помещении белить и штукатурить не обязательно. Главное, чтобы она была без трещин. Был установлен стационарно-притопочный лист минимальными размерами 50 на 70. Также важно помнить, что опасно печь перекаливать и оставлять ее без присмотра. По предварительной версии, причиной пожара стало нарушение эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств. Это была Сирена. Ну а больше новостей ищите на нашем канале в Ютубе и в соцсетях. Я Кристина Рьянс. Увидимся через неделю.